Замкнутая вселенная Эволюция, длившаяся сотни миллионов лет, породила воистину необычайные экземпляры. Но мало-помалу амазонка отступает перед цивилизацией. Все меньше остается людей, которым ведомы все ее секреты. Когда ты охотишься в густом лесу, поет она, пошлю я печушку, чтобы хранила тебя от опасности. Нынче опасность грозит самому лесу. Птицы вымирают, охотник и дичь вместе спасаются от непостижимого преследования. Но Жаку и Жану Мишелю Кусто, возглавившим экспедицию, предстоит убедиться в том, что тени прошлого очень живучи, что джунгли порой восстают и жестоко мстят. Сегодня природа и человек на Амазонке нередко сходятся в непримиримой схватке. Наследие прошлого не желает уступить практицизму будущего. Кусто на Амазонке Автор сценария – Мосс Ричардс Композитор и дирижер – Джон Скотт Продюсер – Джон Соул Исполнительные продюсеры – Жак-Ив Кусто Жан-Мишель Кусто Наследие забытого мира Бороздя величайшую реку планеты, Калипсо проникает в мир вечной и неизменной влажности. Джонгли, по площади едва ли уступающие континентальным Соединенным Штатам, изрезаны тысячами притоков колоссальной Амазонки и содержат одну пятую запасов речной воды на свете. Река длиною в 6400 километров несет свои воды в море и возвращается дождем, щедро поливающим ее исследователей. Команда Калипсо намерена заглянуть в уголки, где еще не ступала нога человека, прочесать лабиринт извилистых притоков, облазить джунгли, составляющие одну треть земных лесов, где в самых непроходимых чащих притаились неведомые миры. Это, пожалуй, самая дерзкая экспедиция судна, и в ее распоряжении наиболее современные виды воздушного, наземного и водного транспорта, которые доставят членов команды в районы, куда редко допускают чужаков. Но даже при такой технической оснащенности природные условия в глухих джунглях порой оказываются непредсказуемы, а неукротимые реки, словно сговорившись, преграждают путь незваным гостям. Жизнь за естественными барьерами протекает, как в первобытные времена. В заболоченной местности, на южной оконечности джунглей, разворачивается старая, как мир, схватка хищника и жертвы. Одни особи прячутся от опасности на высоких деревьях, другие подстерегают их внизу, под прикрытием вод Амазонки. Топография, благоприятствующая процветанию дикой природы, как правило, дезориентирует человека. Решив заснять бразильские болота, называемые Пантанал, отряд то и дело увязает в трясине. Опасаясь крокодилов и пираний, бывалый нырячих, Саведим Е и его спутники Филипп Морис и Аральдо Пало три недели бьются с болотами, на которых можно разместить Канзас. Дорог здесь раз-два и обчелся, да и те размыты сезонными дождями. Нередко главным подспорьем команды становятся тренированные мышцы. Но порой не спасают и они, и тогда на выручку приходят местные фермеры с упряжкой жвачных животных, которые одни в силах вытянуть увязший джип. Там, где не пройдет ни одна машина, да и с горючим туго, лошадь и Волв единственное надежное средство передвижения. Однако джип крепко засел в болотной топе. Необходимо еще одно Воловье подкрепление. Наконец, транспорт, подоспевший из времен неолита, высвобождает современную машину и команда снова движется вперед. В неизведанное прошлое. Тропический аист учит птенца летать и одновременно выискивает на болотах добычу рыб и насекомых, что привлекают на пантанал миллионы птиц. Чтобы запечатлеть активную птичью жизнь, команда Кусто выступила в поход пешком. Борьба за выживание в джунглях воистину драматична и не допускает компромиссов. Угнездившись меж высоких ветвей, взрослые птицы кормят потомство. Неоперившиеся птенцы часто выпадают из гнезда, а в зарослях гиацинтов их уже подстерегает хищник. Кайманы, родственники крокодилов, могут часами выслеживать добычу. Стоит молодому аисту подойти поближе к воде, кайман его уже не упустит. Такие жестокие сцены в природе не редкость. Одни особи плодятся, обеспечивая другим источник пищи. Так поддерживается извечная природная равновесие. Ксавье наблюдает за другим несмышленышем, который торопится навстречу гибели. Как ни жаль Аистенка, а встревать в природный замысел нельзя. На сей раз хищник промешкал, упустил добычу. А вот из гнезда выпала маленькая белая цапля. Тут уж ксавье не может не вмешаться. Несмотря на коварство их естественных врагов, птиц в дебрях Амазонки видимо-невидимо. Здесь водится половина особей, зарегистрированных орнитологами во всем мире. Над Пантаналом спускаются сумерки. Команда Кусто готовится заснять редкостное зрелище. Под покровом темноты жизнь на болотах не утихает. Вслушиваясь в странный ночной лай Кайманов, их выслеживают браконьеры. Команде Кусто довелось увидеть, как дневной хищник превращается в ночную жертву. Охота на Кайманов запрещена, с тех пор, как их популяция в Амазонии резко сократилась. К тому же охотники берут лишь кожу с боков, которая идет на изготовлении туфель и сумок. В густой растительности Кайманы могли бы и скрыться, если бы не выдавали глаза, отражающие свет. Бесподобная мишень. Поминуясь инстинкту, раненые Кайманы уходят вглубь, но их быстро загарпунивают и разделывают острым ножом. С помощью карманного фонарика, ружья 22-го калибра гарпуна и ножа один браконьер до рассвета может уложить до 40 земноводных. По статистике, в месяц на болотах Пантанала гибнет около 40 тысяч кайманов. Эти животные выжили благодаря природной изоляции, но теперь она на руку их преследователям. А что будет, когда их всех истребят, спрашивают ученые. Кайманов тут в избытке, всех не истребишь, твердит человек излюбленную охотничью присказку. Каждый каймановый бачок он продаст делицу на черном рынке за один доллар. Видишь, Ксавье, в дело идет только вот эта полоска самой мягкой кожи. Остальная шкура не годится. Из кожи, снятой из двух кайманов, получится пара туфель. Остатки туловища выбросят на поживу пираньям. Люди куста плывут на спасательных шлюпках по реке Укаялли, территория Перу. Пейзаж, на первый взгляд, более чем спокойный, но во многих речных портах процветает скрытое насилие. Команда во главе с Жаном Мишелем. Попытается проследить пути контрабандистов, что грабит нынче Амазонку. Невидимые за плотной стеной леса, обрамляющего реку, в чаще, словно живые гирлянды на деревьях, обитают экзотические существа. Но по мере того, как вдоль Амазонки разрастаются человеческие поселения, люди усматривают для себя выгоду и в бесценной фауне джунглей. В перуанском порту Пукальпа мы обнаружили настоящий сборный пункт живых и мертвых животных. Дорога ведет на запад, в Лиму, к Тихому океану, а глубокие воды Нижнего течения в Амазонку и с ней в Атлантику. Эти безобидные суденушки торгуют рыбой, какао, маниоком, а на дне, под брезентом и уловом рыбы, зажигают птицы в клетках. Охотник на соседнем судне предложил нам свои последние трофеи маленьких попугаев, макао, мартышек. И намекнул, что есть у него и более ценный товар, но шкуру ягуара заснять не позволил. Еще он охотится на удавов боа, подманивает их обезьянкой на веревке. Наконец, браконьер все-таки разрешил посмотреть почти трехметровую шкуру. Она пойдет на ремни, за нее он выручит хорошие деньги. В Пукальпе Жан Мишель знакомится с легендарным охотником по прозвищу Бородач, который десятилетиями снабжал живой продукцией заграничных перекупщиков. Он поведал Жану Мишелю о том, что закупал у индийцев пойманных животных и шкуры, а потом перепродавал их немецкому оптовику в Лиме, а тут уже снабжал свою клиентуру в Америке, Японии и Европе. Но в 1968 году правительство запретило экспортировать животных, и охотник разорился. Он вспоминает счастливые дни, когда дружил с индейцами, и они приглашали его к себе в лесные вигвамы. Чтобы сломить извечное недоверие индейских племен, он развлекал краснокожих забавными безделушками и нехитрыми песенками. Играет музыка Одетый в костюм индейского шамана, подаренный вождем, бородач исполняет свои лесные трюки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Несмотря на заразительный смех, в глазах старого торговца застыла печаль. Всю жизнь он торговал дикими животными, а внешний мир буквально с ума сходил по диковинкам джунглей. И вдруг закон так его подвел. Одна судьба заперта в клетке горького прошлого, другая горького настоящего. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА За 1600 километров от Пукальпы, в банке бразильского лесного хозяйства, команде Кусто показывают размах браконьерской деятельности. Такие, как бородач, после правительственного запрета забросили свой промысел, а других же это не остановило. Во время одного рейда конфискованы 560 шкурок оцелота. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Начальник отдела Паула Бенедитто де Сигайро объясняет, что пресечь контрабанду почти невозможно. Крупные дельцы работают через границу. На эти районы власть местной администрации не распространяется. Они снабжают браконьеров автоматическим оружием и покупают у них шкуры животных, пойманных на пантанале. Правительство беспомощно, не способно контролировать эти зыбкие границы. И в конце концов шкуры маркируют и продают за границу, как совершенно законный товар. И вот в чем парадокс. Бесценные сокровища, которые время от времени удается изъять, все равно потеряны для людей. По закону они должны быть сожжены. Севернее основного русла Амазонки, на бразильском озере Амапа, отряд Кусто примкнул к охотникам, которые пытаются не продавать, а спасать животных. Они оберегают самое крупное существо Амазонии, гиганта, прозванного морской коровой. Размеры его и впрямь внушительны, однако это очень мирное существо, вегетарианец. Кроме человека, у него врагов нет. Млекопитающий живет в воде, но дышит воздухом. Миллионы лет амазонский ламантин щиплет водоросли в тихих заводях, но сегодня из обитателей этих мест он ближе всех к вымиранию. Шкура у ламантина такая твердая, что из нее получился бы индейский щит. А мясом, по вкусу напоминающим свинину, можно накормить целую деревню. Закон запрещает убивать вымирающую особь, но браконьеры все равно преследуют ее, так что популяция пока не растет. Тревожась за судьбу ламантина, ученые и рыболовы разработали совместный проект переселения животных из опасного района. Место их нового обитания будет под охраной. Эксперимент крайне прост. На барже, нанятой ассоциацией Кусто, ламантины отправляются в дальние путешествия. Три месяца спустя, наблюдая за тем, как их выпускают на волю, Кусто расспрашивает ответственного за операцию биолога Робина Беста. Скажите, скольких ламантинов вы уже запустили в это озеро? Ну, пока мы освободили 30 голов. 30? А сегодня намерены освободить еще 12. И как по-вашему, скольких надо завести в озеро, чтобы они там расплодились? Разводить животных задача непростая, тем более в случае с особями, находящимися под угрозой. Думаю, надо не менее 50 животных. Прежде чем выпустить, вы вешаете на него датчик? А почему он обернут пластиком? Внутри специальная батарейка. Она работает около трех лет. Несколько животных в озере уже почти три года сообщают нам информацию. Такой маленький шарик? Да, да. В воде он весит не более 200 граммов, и потому животное его не чувствует. Однако же батарейка довольно мощная, и это очень важно, ведь ламантина могут поймать. Бест выпускает ламантинов в резервуар, обслуживающий гидроэлектростанцию. Водные растения постоянно угрожают работе турбин. Но разводя здесь ламантинов, питающихся водорослями, ученый, возможно, спасет и гидростанцию, и животных. В глубинах небольшого озера зарождается символ надежды. Мы воочию убедились, на что способна человеческая изобретательность при спасении исчезающих особей. А ламантин, в свою очередь, защитит дело рук человеческих, послужит живым очистным сооружением. Прежде он был добычей, теперь станет союзником, которого одновременно эксплуатируют и щадят. Безобидное млекопитающее в растерянности напрягает свой острый слух, ожидая опасности. Но ему больше ничто не грозит. А в других местах люди бездумно расхищают богатство джунглей. Амазония отдана на милость человеку и разрывается меж противоположных ипостасей его природы. Какая из них возобладает? Упоение властью или ощущение чуда? Сколько бы ни посягал человек на богатство амазонки, в джунглях до сих пор остались уголки, незатронутые цивилизацией. Один из сохранившихся заповедных лесов в Южном Перу носит название парк Ману. Жан-Мишель со своим отрядом приехал сюда исследовать и снимать амазонку неподвластную суетности внешнего мира. Из маленького базового лагеря они совершают каждодневные вылазки в джунгли. В тенистом лесу им встречаются животные, которые в других местах обречены на вымирание. Миллионы лет жизнь здесь как бы подвешена на деревьях. Подобно этому изумрудному боа многие живые существа обитают над землей, по-своему разрешая проблемы выживания. Кто более, кто менее решительно. Верхние слои леса обеспечивают пищу голодным укрытия сламом. Наверное, самый странный древесный житель трехпалый ленивец медленно перебирается среди листьев и поглощает их. Он спит до 16 часов в сутки, а спускается лишь раз в неделю, чтобы, заботясь о своем пропитании, удобрить землю под деревом. Ленивец скрывается в листве, а я вспоминаю индейскую поговорку. У джунглей больше глаз, чем листьев. Но не все могут вскарабкаться на деревья. Отдельные экземпляры пасутся под ними, как вот этот миролюбивый вегетарианец, огромный амазонский тапир. Скользя по речной глади, Доминик Сумиан и я попадаем в царство гигантских речных выдр. Они также находятся под угрозой во всем мире. Застегнутые врасплох выдры спасаются бегством, напоминая перископы. Однако, набравшись храбрости, всплывают поесть, а после резвятся, как дети. Бесстрашные животные годами служили легкодоступной мишенью для охотников за пушниной. Когда-то их было великое множество, теперь они встречаются лишь на отдаленных притоках. У самой кромки воды нежатся на солнышке речные черепахи. В заповеднике Ману они процветают, тогда как повсеместно почти истреблены. Их мясо и яйца считаются деликатесами, а панцири туристы покупают под чаши для пунши. В Ману выживание животных обусловлено изоляцией. Но есть и другие способы спасения. На севере Перу Кусто и Рамон-Коль посещают экспериментальную ферму по разведению диких животных в условиях, приближенных к естественным. Здешние фермеры обнаружили странную связь между черепахами и термитами. Когда яйца на ферме перестали проклевываться, один индеец вспомнил, у диких черепах есть обычай откладывать яйца вблизи термитников. Оказывается, трудолюбивые термиты быстро накрывают яйца своими хрупкими гнездами и создается идеальная температура для инкубации. Секрет чудесного черепашьего инстинкта, раскрытый жителем джунглей, может привести к увеличению яйценоскости и к выживанию особи. В Бразилии Ксавье Демье и наш друг биолог Уильям Магнусом находят у подножия термитника крокодильи яйца. Связь между насекомым и рептилией еще более удивительна. Перед глазами исследователей внезапно разыгрывается великое действо начало жизни. Малышу всего несколько секунд от роду. Слепящий свет и человеческий палец несколько огорошили его. Но инстинкт, он, наследованный от предков, сильнее. Исследования Магнусона и других ученых разрешили эту загадку. В яйцах некоторых черепах и крокодилов не содержится половых хромосом. Пол будущего животного определяется под воздействием температуры. При более высоких температурах на свет появляются самки. При низких исключительно самцы. А термитник обеспечивает оптимальную температуру для выведения как мужских, так и женских особей. Едва крокодильчик проклюнулся, он выползает из гнезда и спешит к реке. Пока голос крови влечет его к воде, но однажды не менее сильный зов приведет обратно к термитнику откладывать яйца. Новорожденный устремляется в путь навстречу своей судьбе. Скоро из трогательного червяка он вырастет в самое грозное существо амазонки. Страшные челюсти крокодила символизируют для человечества природную опасность. То же самое можно сказать об анаконде, что плавает у кромки воды. Но биолог из команды Кусто Ричард Мерфи смело движется навстречу анаконде и змея отступает перед человеческой угрозой. Хотела напасть, но испугалась, передумала. Самая крупная змея на земле анаконда поражает жертву не ядом, а мощными мышцами, которые обвивают и душат добычу. Лес и река порой таящие опасность для человека нередко исцеляют его. Способы исцеления известны только индейцам. За многие тысячелетия они изучили секреты этой громадной лесной аптеки. Но знание леса, как и всей дикой природы сходит на нет. Николь Максуэлл 30 лет собирает растения амазонки, которые можно использовать в любых целях, от анестезирующих до противозачаточных. Вот средство от змеиных укусов, говорит она. Видите, оно даже немного похоже на змею, такое же пятнистое. Мы называем его почерком. А здесь тоже очень интересное растение. Его кору принимают от ревматизма. Так вы говорите, знания индейцев нам полностью не передались, а сами они держатся за свои знания или тяготеют к цивилизации. Увы, старики, конечно, держатся, но они умирают, а молодежь стесняется перенимать их навыки. Как бы насмех не подняли, оттого и не учатся, не желают усваивать растительную медицину своих предков. Им больше нравится медицина в тюбиках, лекарства, что принимают нефтяники смотрят на них и думают, какие они богатые, какие у них сказочные машины, значит, и все иное там лучше. Но я думаю, они ошибаются, говорит Николь. Иначе говоря, мы становимся свидетелями умирания культуры. И не одно, и потому, что у каждого племени своя медицина. Индейцы не раскрывают своих секретов даже друг другу. Таким образом, все безвозвратно уходит. В Колумбии индейский шаман поет хвалу лесу и рыщет по нему в поисках лозы и насекомого, которое лечит от змеиных укусов. Юношу укусила ядовитая змея. Возможно, ему грозит смерть. Ритуал исцеления начинается с порошка коки, мягкого стимулятора, превращенного ныне в кокаин. Осы, отловленные за 4 часа поисков, содержатся на готове, в восковом шаре. Своими заклинаниями шаман призывает на помощь богов джунглей, восхваляет ос, побуждая их высосать яд, который им самим не причинит вреда. несчастному парню больно. Ступня страшно распухла. Он выпил чай, заваренный на целительной лозе. А теперь шаман прикладывает к ноге ос. на следующий день то ли по совпадению то ли из-за целебных свойств джунглей больной не только не умер, а пошел на поправку. Доктор Брюс Холмстед, специалист по естественным токсинам, присоединился к экспедиции Кусто. Он рассказывает Джану Мишелю о ценности индейских лекарств. Путем долгих изысканий мы обнаружили, что медицина джунглей, основанная на травах, кореньях, насекомых, удивительным образом сопоставима с аналитической химией, фармакологией, медициной и другими науками. И процент их соотношения весьма высок. И тем не менее наши современные наука и техника неуклонно разрушают образ жизни коренного населения, людей, живущих в этих лесах. Не только образ жизни, но их корни, их культуру. Вот что самое печальное. Индейцы все чаще закупают наши химические препараты, а принимать их не умеют. Дозировки современной медицины для них недоступны. И в этом основная проблема. нам выпала огромная честь. приглашены в жилище легендарного индейского шамана. Нас ждет встреча с древностью. Мне вспоминаются слова, услышанные на реке. Чужак ничего не знает о джунглях. Индеец знает все. Следуя тайным путем через тропический лес северного перу вождь племени Хибаро Ачуара Кукуш выводит Жанна Мишеля кусток лесной хижине. Посторонние здесь бывают редко. Самый главный из всех известных индейских целителей живет на той стороне реки в магической изоляции. прежде прежде чем идти дальше кукуш должен совершить торжественный обряд разукрасить лицо согласно случаю а потом издали возвестить о своих добрых намерениях. Он и сам идет к шаману за помощью его замучил артрит магия шамана уже начала проявляться его сторож барабан отличил гостей задолго до того как они появились в поле зрения теперь кукуш просит дозволения войти в святилище. Индейцы амазонки верят что лес полон духов и недоверия после церемонных приветствий подозрения понемногу рассеиваются. под звуки старинного облезлого барабана шаман Ниашу приглашает старого друга к себе. Антрополог Луис Уриарте давно изучающий это племя Жан-Мишель и вождь приближаются к заградительному парьеру. Шаман хорошо известен все ему поклоняются однако живет он в постоянной опасности считая болезнь и смерть результатами колдовства скорбящие семьи нередко грозят отомстить колдуну. Старейшины медленно сходятся потом с короговоркой почти в один голос перечисляют все что произошло в их жизни с момента последней встречи. Мы находимся в больнице где лечат не антибиотиками не хирургическими инструментами а магией травами и сверхъестественной силой доступной одному единственному человеку. Чтобы подлечиться у знаменитого Ниашу некоторые путешествовали много дней на каное или пешком. Из органических соединений содержащихся в мазонской флоре Ниашу не только делает лекарственные средства для пациентов но и специальный состав который говорят защищает самого целителя от порчи. состав называют Айяуаска мощный галлюциноген. Заклинание Ниашу обучился полвека назад. Они готовят его к чародейскому путешествию которое начнется нынче ночью и перенесет шамана объятого наркотическим трансом в иной мир. Жестами он повествует о предстоящей битве со злыми духами изображает как отгонит невидимые недуги высосит их из тел своих больных а потом отрыгнет. Обряд прежде не снимавшийся на пленку начинается с кипячения коры Айяуаски. Говорят отвар получается тошнотворно горь. Его утверждают что он пробуждает телепатический дар. Для шаманов вроде Ниашу это средство пропуск в мир лесных духов в истинный мир где по верованиям многих племен оккультные силы властвуют над иллюзорной повседневностью преподносят блаженство или навлекают болезни. Спускается тьма скоро Айяуаска окажет свое наркотическое действие. Пациенты с тревогой ожидают ночного приговора шамана. Чувствуя что погружается в транс целитель велит подать ему табак завернутый в банановые листья. Все шаманы наделяют дым магическими свойствами. Сперва Ниашу будет врачевать молодую женщину. Она жалуется на боль в груди. Индейцы амазонки верят, что почти все вокруг заселено духами, в большинстве своем злыми. Но целитель известными ему заклинаниями может отпугнуть, отогнать призраков. Больные верят в шамана и знают, что его присутствие здесь лишь иллюзия. На самом деле он пребывает в другом мире, где выступая их посредником должен усмирить духов. Целый час Ниашу лечит женщину, потом других больных, его собственные силы истощаются, вождь Кукуш терпеливо ждет, он последний на очереди. Среди них наверняка немало шарлатанов, но Ниашу искренне верит в свою магию и не щадит себя, чтобы избавить людей от недугов. Ревматические боли в суставах Кукуша тоже влияние злых духов. Ритуал их изгнания весьма необычен. Старый индейец засовывает в рот магические орудия и произносит заклинания, чтобы с их помощью исторгнуть из тела больного самую суть зла. для народа живущего каждым днем новое утро всегда обновление. зловещая ночь духов позади. На рассвете старейшины встречаются, чтобы обсудить нужды племени. Потом они проведут день в охоте или сборят дров, будут плести корзины или делать трубки для стрел. Теперь торговцы привозят им настоящее оружие, брюки, рубашки, но от этого проблема выживания на Амазонке не стала менее острой. Юнный лик будущего пока не ясен, скроется ли он в джунглях или растворится в цивилизации. Почти три тысячелетия индейские племена исследовали обступавший их лес, учились возделывать землю, охотиться. От поколения к поколению накапливалось устное наследие. Индейц знает более тысячи лекарственных растений, понимает повадки бесчисленных животных и птиц. И не ищет в джунглях обогащения, а заботится лишь о ежедневном пропитании. Тайны джунглей отпечатались в умах старейшин, словно карты с указанием скрытых кладов. Самый великий чародей делится с ними своей магией. Но изощренное разнообразие жизни в тропических лесах идет на убыль. Веками накопленные знания остались незаписанными, благоценное наследство невостребовано. Так мир, пожалуй, не узнает, какие чудеса заключала в себе культура индейцев. А время идет. Утратится ли навеки это сокровище или его удастся спасти, как удалось нам подружиться с монументальными фигурами, уходящими в вечность. Вооружаясь топором или мачете, коренные жители джунглей добывают из их щедрой растительности все жизненные блага. Семья Хибара Ачуара изо дня в день живет тяжелым, но приносящим радость трудом. Численность племеней растет. Пора строить новое каноэ. молодых и сильных мужчин послали в лес на поиски священного дерева каноэ. По преданию злые духи наказывают тех, кто бездумно расходует лесные богатства, поэтому индейцы очень редко валят вековые деревья. Изнурительный труд для них нечто вроде обряда. После двухдневной рубки ствол начинает едва заметно вздрагивать. Индейцы очень бережно относятся к лесному хозяйству. Пользуются только ручными орудиями. Заботятся о возрождении молодой поросли. В качестве тросов краснокожим веками служили мощные стебли растущих в изобилии лиан. А вот тянуть лодки через лес они научились недавно. Раньше деревья каноэ стояли прямо на окраине поселения. Теперь же почти совсем исчезли из этого района. Вождь Кукуш рассказывает Доминику Сумиану и Луису Уэарте о том, что в прошлом году на землях племени сплавщики ментисы срубили более тысячи больших деревьев. Требуя чтобы они ушли он вывесил в лесу надпись на испанском языке. Но это не возымело действия. Не в силах остановить варварство старый вождь лично посадил 800 новых деревьев. Они будут расти медленно. Ни он ни его дети не смогут полюбоваться их величием. Это деревья для внук говорит вождь. Оператор Жан-Поль Корню Воздушные съемки Роберта Браунбека Производство Ассоциации Тернера 1984 год Продолжение следует...